Здравствуйте, дорогие студенты! Сегодня я объясню вам, как решать уравнение с помощью теоремы Вьета. Наш первый пример. Вопрос 30. x в квадрате минус 6x плюс 8 равно 0. Найдите произведение корней уравнения. Дядя Вьетнам сказал, что x1 умножим x2 равно... Произведение корней этого уравнения равно 3-й член с знаком пирус 8. А сумма корней этого уравнения с противоположным знаком 2-го члена. Значит, наша сумма будет здесь минус 6, а здесь будет плюс 6. Значит, произведение корней этого уравнения будет плюс 8. Если хотим найти наши корни, значит, наши корни... Когда доумножим, надо, чтобы получиться 8. Когда сложили, надо получиться 6. Значит, наши корни 6 и 4. 6 умножим на 2... 6, извините, пожалуйста, 4 и 2. 4 доумножим 2, будет 8. 4 плюс 2 будет 6. Значит, наши корни этого уравнения будут 4 и 2. Наш следующий пример. Вопрос 31. x2 плюс 4x минус 12 равно 0. Найдите сумму корней уравнения. Дядя Вьетнам сказал, что произведение корней этого уравнения равно 3-й член с знаком минус 12. А сумма корней этого уравнения будет 2-й член с противоположным знаком. Здесь плюс 4, значит, здесь будет минус 4. Давайте найдем наш корень. Наш корень будет минус 6 и 2. Когда доумножим, у нас получается минус 12. Когда сложим, у нас получается минус 4. Значит, наш первый корень минус 6, второй корень будет 2. Наш следующий пример. Вопрос 36. Найдите сумму корней уравнения. 2x в квадрате плюс 4x минус 5 равен 0. Чтобы найти сумму этого уравнения с помощью Вьета, Дядя Вьетнам сказал, что вы сможете решать с моим теорием. Но вы должны посмотреть впереди х в квадрате, которое число есть. Это число должно быть только 1. И здесь должна быть только 1. Мы должны разделить все члены на 2. Разделим на 2. У нас получается, сокращается х в квадрате плюс, сокращаем 2х минус 2,5 равен 0. Найдите сумму корней уравнения. Дядя Вьетнам сказал, что произведение корней этого уравнения будет 3 член с знаком. А сумма будет 2 член с противоположным знаком. Минус 2. Значит, найдите сумму. Сумма этого корня будет минус 2. Наш следующий пример. Найдите значение выражения х1, то умножим х2, то умножим скобки х1 плюс х2. Равно. Где х1 и х2 являются корнем уравнения х в квадрате минус 7х плюс 19. Равен 0. Мы что знаем? Мы знаем, что дядя Вьетнам сказал, что произведение корней этого уравнения равен с знаком 3 член. Сумма корней этого уравнения 2 член с противоположным знаком. Здесь минус 7, а здесь будет плюс 7. Значит, мы вместо х1 и х2 зачеркиваем, будем поменять с 19, да умножим х1 плюс 2. Вместо него положим 7. Равно. Значит, наш правильный ответ будет вариант d84. Наш следующий пример. Найдите значение выражения этого, где х1 и х2 являются корнем уравнения х в квадрате плюс 5х минус 3 равен 0. Мы знаем, что дядя Вьетнам сказал, что произведение корней этого уравнения равен 3 член со знаком. Сумма корней этого уравнения равен 2 член со противоположным знаком. Мы нашли наше произведение и нашу сумму. Они хотят оснать, чтобы мы нашли х1, да умножим х2, да умножим скобки х1 плюс х2. Мы меняем их вместо х1, да умножим х2, будем менять с минус 2, да умножим и вместо него поставим минус 5. Минус 5. Да умножим, у нас получается 15. Минус будет плюс. Минус. Минус. Минус.